Десятки километров в день проходили поисковые отряды, чтобы установить судьбы погибших солдат. С 26 апреля по 10 мая в Ленинградской области в урочище Дидвина состоялась традиционная вахта памяти, посвященная Дню Победы. В военные годы эта территория была оккупирована фашистами. На этой земле побывали челнинские отряды кадетов и камский. На этой земле шли непрерывные бои. Траншеи наших находились в 500 метрах от фашистских. Тысячи солдат остались здесь. Но с каждым годом поисковикам вести раскопки все сложнее. Верховые останки, которые непосредственно можно найти даже визуально, они уже со временем сливают. И от бойцов остается, допустим, от каски до ног, ботинки, ремни, часы, пуговицы. А самих останков уже нет. Вот это, конечно, печально, особенно в болотах. Несмотря на это, в экспедиции были подняты останки 102 бойцов. Я начала сама читать книги по анатомии, начала закупать плакаты какие-то там, фотографии рассматривать. И уже потом на практике это все знание применять. Поднимали бойца, ему лет 15-17. То есть черепная коробка была маленькая, останки были значительно небольшого размера. Когда берешь их в руки, он понимает, что он ребенок, потому что он погиб. Работы затруднялись и из-за болотистой местности. Провели ее разведку. Казалось, болото. На этом месте были наши русские позиции. Пришлось нам ломать дамбу, которую сделали бобры, то есть ее полностью высушивать. Потом только проводить разведку. Основная задача отряда «Камский» – это разведка. Потом по их меткам уже проводились раскопки. На прибор набиваются точки, которые находим либо бойцов, либо, допустим, каски, кружки наши. Уже как бы поэтому выстраиваем картину. Эти точки потом накладываются на карту, схему. И у нас полностью прорисовываются, где шли бои. Также во время экспедиции челнинцы из отрядов кадетов и Камского нашли орден Отечественной войны второй степени. Сейчас по нему ведутся исследовательские работы. А другие находки помогли опознать хоть кого-то из братской могилы. По личным вещам были установлены имена Александра Могильной по расческе, Малышев ЕФ по кортику. Имена еще двух солдат удалось узнать по медальонам. Внук одного из них приехал на место. Я всю жизнь мечтал об этом дне. И когда я видел сюжеты по телевизору ваших коллег, то я всегда просил Бога помочь найти моего деда. И вот этот день настал. В этой экспедиции в братской могиле захоронили 101 бойца. 1 7 мая предали земле на родине – Башкирия. Елена Портнова, Михаил Матвеев, РНТВ, Набережные Челны.